Всем добрый день! Это видео будет о менструальных чашах, естественно, по названию понятно. Очень детально, очень откровенно, так что предупреждаю. Почему я решила заснять это видео? Я давно уже планировала. Чаши сейчас очень популярны, и их популярность началась как бы уже относительно давно, потому что первую чашу я купила где-то 2... нет, 3 года назад уже купила первую чашу. В общем, они очень популярны, до сих пор о них очень много хороших отзывов. Все их рекламируют, продвигают, рекомендуют к покупке, но я хочу рассказать именно про свой опыт уже использования, применения этих чаш на протяжении 2 лет, как я пыталась приспособиться к ним. Итак, я узнала об этих чашах около 3 лет назад из YouTube. Случайно наткнулась на видео одной блогерши, которая активно рекомендовала эту чашу как альтернативу одноразовым прокладкам. Экологичную альтернативу одноразовым прокладкам и более удобную. Я, недолго раздумывая, купила свою первую чашу. Это вот та самая, которая посередине, в зеленом мешочке. Это компания Капли, сертифицированная. Насколько я знаю, в чем ее большой плюс. Сделана из безопасных материалов. По-моему, это какой-то силикон медицинский. В общем, безопасный материал. Также она продавалась в пластмассовом контейнере, в котором предполагается, можно ее обрабатывать в микроволновке. Вот. Я не буду ее показывать, открывать, потому что я ей уже пользовалась. Просто для наглядности в мешочке, как бы, надеюсь, все нормально. Я ее решила показать, то, что она у меня, как бы, есть. Я ее покупала три года назад, как я уже сто раз, наверное, сказала. У нас в Бишкеке, я живу в Бишкеке, в магазине Эко Лайф. Они там до сих пор сейчас продаются. Правда, не знаю, по какой цене. Когда я покупала, стоила 1200 сомов одна. Это был размер S, диаметр у нее 3 сантиметра. Внутренний диаметр 3 сантиметра. Лично мне, мое субъективное мнение сейчас будет, она показалась жестковатой, это первая. И второе, неудобной формы. У нее был хвостик очень длинный, с ребрышками, весь какой-то ребристый. Я не знаю, для чего это было сделано. Возможно, для лучшего сцепления с вашим пальцем при вынимании, при изъятии этой чаши, да, из вас. Но, я скажу сразу, это никак не помогало. Насчет того, что она оказалась мне жесткой, неудобной, я скажу еще попозже некоторые нюансы. Вот. Я захотела попробовать что-то другое. Так как эта чаша мне не понравилась по форме, я купила следующую. Я заказала ее на Алиэкспресс. Это вот эта. Такая вот фирма. Я не буду ее читать, потому что черт знает, как она там произносится. Здесь в упаковке шло, я не помню, сколько она стоила, но была бюджетная. Здесь шло две чаши. Это размера L, я вам ее показываю, так как я ею не пользовалась. Я пользовалась размером S. Что хочу сказать насчет размера. Размер S именно в этой упаковке был внутренним диаметром 3,5, что значительно больше, чем вот этот размер S. Получается вывод такой, что каждый производитель, у него своя какая-то размерная сетка, и он сам решает, какой размер будет какой. То есть то, что здесь S, совершенно другой S вот здесь. На это тоже стоит обращать внимание, потому что приспосабливаться и искать свой размер, это тоже очень важно для вас, если вы хотите пользоваться менструальными чашами. Так, по-моему, я уже отошла от своей темы. В общем, я не советую покупать в Алиэкспресс, потому что если это какая-то бюджетная чаша, а большинство людей покупают там именно по причине бюджетности, они приходят без документации, без сведений об этой чаше. То есть из какого точно материала она сделана и сертифицирован или это продукт, вы не узнаете. Воспользовавшись вот этой вот чашей, я поняла, что при контакте с жидкостью любой, она дает какой-то странный, очень неприятный запах. Это не запах резины, сразу говорю нет, но запах очень был неприятный, поэтому я перестала ею пользоваться. И она тоже у меня отошла на второй план. Я вскоре перестал ею пользоваться. Поэтому советую покупать у других производителей, более добросовестных, которые сертифицируют свой продукт, и у них есть какие-то, ну не знаю, гарантии, да, они какие-то дают на свои чаши. Копли не советую покупать, именно потому что форма у него такая какая-то слишком примитивная, вся ребристая, непонятная, неприятная. Есть много других производителей, французские, немецкие, в общем, на выбор навалом всего. Я пользовалась чашей, да, два года. Влияние, далее у нас такой пункт, влияние наличия половой жизни. Что касается этого пункта, здесь есть два момента. Сразу говорю, если вы не ведете половую жизнь, то я абсолютно не советую вам пользоваться данной чашей, потому что, поверьте, она для вас не предназначена, она не рассчитана на вас. Чисто технически это, возможно, вам будет ее туда ввести, проносить какое-то время, а потом выводить, но каких это будет вам стоить усилий и какие у вас будут при этом неприятнейшие ощущения, это жуткий дискомфорт на протяжении всего времени, это другой вопрос. И следующий момент – это как бы расширение влагалища. Влагалище – это такой орган, который может сокращаться, может расширяться, в зависимости от того, насколько активную половую жизнь вы ведете, вообще ведете вы ее в какой-то период времени или нет. Поэтому, возможно, вам понадобится несколько размеров менструальных чаш, для того, чтобы подстраиваться именно под вашу ситуацию. Далее нюансы использования. Это обработка, то есть при покупке новой чаши, конечно, вы ее можете прокипятить, обработать хлоргексидином, вообще хлоргексидин у вас должен быть всегда под рукой, также вы ее обрабатываете и можете вводить. Вводить, конечно, ну это очевидно, извините, конечно, но скажу все равно, да, чистыми пальцами, ну тоже можно их хлоргексидином побрызгать, и, конечно же, без ногтей. Без ногтей – это уже мое добавление, потому что, ну, с ногтями это будет нереально, вот без ногтей – да. Далее нюансы носки. Самый большой нюанс, с которым я столкнулась, это все из моего опыта я рассказываю, да, напоминаю, я столкнулась с проблемами со справлением нужды, да, извините, да, вот так будет откровенно, в общем, но это очень важный момент, потому что мало того, что при менструации половые органы внутренние, они расширяются и и так они давят на соседние органы, ну так еще и плюс чаша, она вообще будет создавать дополнительное давление и как бы будет очень сложно справлять нужду любую. И плюс позывы будут притупленными, что будет как-то вас сбивать немного с толку и снимать выведение, да, выведение чаши – это самый ужасный пункт, самый ужасный момент, потому что на протяжении всего времени, что я пользовалась, если это было два года, снимать и вынимать ее каждый раз – это был жуткий дискомфорт, неприятно и даже моментами больно. Что хочу здесь сказать, даже покажу. Обязательно, прежде чем тянуть вот за этот хвост, снимайте по инструкции, снимайте вакуум и в таком положении тяните ее вниз. Вот, таким образом нужно снимать. Не пытайтесь просто ее тянуть, просто ее вот не сняв вакуум, просто ее выдернуть, она так не выйдет. В лучшем случае вы себя травмируете, в лучшем случае вам будет просто очень больно, и вы поймете, что оно не идет. В худшем случае вы себя просто травмируете, поэтому снимать обязательно по инструкции. А также, кстати, я забыла сказать по поводу введения чаши, ввести и поставить ее, установить внутри, вы должны будете сделать это правильно. Если вы это сделаете неправильно, то она у вас будет протекать. У меня такое было. Она должна внутри раскрыться, создать вакуум, и тогда все будет правильно, протекать не будет. Если этого не произойдет, не будет характерного щелчка, то она будет протекать, и весь смысл ее потеряется. Так, про выведение я уже сказала. Обязательно снимаем вакуум, и только тогда тянем за хвостик. Если вы работаете, следующий нюанс, насколько вообще практично эта чаша в повседневной жизни. Если вы работаете, допустим, на дому, и у вас есть все условия для того, чтобы эту чашу делать с ней определенной манипуляцией, то есть ее в течение дня нужно будет вынимать, опорожнять, обрабатывать и обратно вводить, если вы понимаете, то если у вас есть все условия для этого, и вы знаете, что 100% вы справитесь, то тогда вообще без проблем. Но я думаю, что это непрактично для тех, у кого работа, например, где-то на выезд, то есть в том же офисе, или где-то в торговом центре вы продавец, или еще что-то, тогда вам будет очень неудобно. Вы должны, как бы, с учетом всего того, что я сказала до этого, вы должны оценить свои возможности, так сказать, и только тогда принимать решение, покупать вам, пользоваться или нет. Да, я столкнулась именно еще с некоторыми моментами по поводу практичности, что она была для меня неудобна, потому что мне было неприятно постоянно засовывать туда пальцы. Мне было это непривычно, и постоянно я испытывала какую-то тревогу, что, не знаю, что я не до конца эти пальцы как-то вот простерилизовала, да, промыла, обработала, или еще что-то. И мне не нравилось, что постоянно нужно туда пальцы, как бы, засовывать. Это было вообще неприятно. Да, и в общественных местах я ее ни разу так не смогла поменять, потому что, чтобы ее промыть, нужно вытаскивать ее, как бы, получается, в зону раковин, на общее обозрение, а это нелегко. И лично мне тоже как-то было не очень неприятно, если бы какая-то девушка вынесла какую-то провалую штуку и начала ее там мыть в раковине. Ну, не знаю, может быть, я не права, но у меня были такие ощущения неприятные. Дальше. Хватит ли одной чаши или двух? Ну, насчет того, что размеры влагалища меняются, вам, наверное, нужно будет две или больше чаш. Хватит ли этого на весь период менструации? Я не знаю. Я считаю, что нет. Потому что у всех все по-разному, но если у вас происходит так, что сначала у вас все начинается с небольшого количества, потом идет фаза обильных выделений, а потом все идет на спад, то тогда только чаши вас не спасут. Вам нужно еще будет покупать, наверное, что-то вот такое. Специально вытащила. Ну, просто наглядно так показать. Это многоразовая прокладка, которая стирается. То есть вам понадобится что-то подобное для того, чтобы использовать, например, когда идет спад, да, и как влагалище, стенки влагалища, они уже не такие увлажненные, и вводить менструальную чашу уже не так легко получается, да, и тогда вам нужно будет применять что-то подобное. То есть только чашами вы, скорее всего, его, как практика показывает, не обойдетесь. Дальше. Кому подойдет все-таки эта чаша, да, средство? Такое средство. Тем, например, я вот отметила себе, я прям читаю, да, тем, кто работает на дому или у него на работе имеет комфортные условия для манипуляции с чашей в течение дня. Вот тем, кто работает на дому, они подойдут. И второй момент, это также тем, кто желает использовать чашу как альтернативу тампоном. По ситуации, например, вы там едете на море или идете в бассейн, а у вас это самое, да, и вам надо чем-то перекрыть это все, то вы можете использовать эту чашу по ситуации, в принципе, немножечко потерпеть ради одного там раза, ради нескольких часов. Это можно по ситуации сделать. Что еще хочу сказать. Кто бы вам не советовал ее приобрести, имеется в виду, какую бы рекламу вы не посмотрели, там, от блогеров или там в магазине вам пытаются убедить вас, что это здорово. Я все-таки считаю, что то, что я рассказала, нужно обратить на это внимание, нужно это все как-то вот продумать, потому что я вот почему-то считаю, что те, кто абсолютно только вот положительные отзывы о ней высказывает. Скорее всего, они не пользуются этим, а просто, наверное, рекламу какую-то делают, потому что на самом деле это далеко не так практично оказалось в реальности, чем я вот сама даже предполагала. И следующий, следующий такой интересный момент хотела рассказать. Когда я покупала вот эту чашу, я вам уже говорила, да, что она показалась мне какой-то жесткой. жесткой. И вскоре я написала комментарий, вопрос в магазине, как бы в аккаунте в Инстаграме, магазину, в котором я покупала. И я написала вопрос, почему она такая жесткая, есть ли что-то помягче. И там мне пришел ответ от консультанта, наверное, какого-то, который написал, что мягкость или жесткость зависит от цвета. То есть вот у меня зеленая, она типа жесткая, вот другого цвета, она может быть мягкая, типа того. И в этот раз, недавно я была опять в этом магазине, я и как-то вот случайно зашел разговор с консультантом об этих чашах. И он сказал, что первое, что мне заинтересовало, он сказал, что я, это был парень, он сказал, я советую всем в большинстве покупать менструальную чашу. Я спросила, почему? Он говорит, я считаю, что она более экологичная. Если логично порассуждать, имеется в виду более экологичная, извините, чем многоразовая прокладка, о которых я тоже говорила с ним. Но если так порассуждать, я все же считаю, что многоразовые прокладки, тканевые, да, хлопковые, они более экологичные, чем чаша, которая сделана из силикона, да. Это первое. И второе, когда я рассказала ему эту историю про жесткость и мягкость, которая зависит от цвета, он сказал, что он об этом ни сном, ни духом, то есть ничего не знает. Хотя это тот же самый магазин. То есть получается, что я ни в чем как бы не обвиняю, ни осуждаю, нет, ни в коем случае. Но очень часто бывает так, что вам, пытаясь что-либо продать или как-то вот, не знаю, ну да, вот что-либо продать, вам ваши вопросы отвечают то, что вы хотели бы услышать каким-то удовлетворительным образом, чтобы у вас не сложилось негативное впечатление и вы все-таки купили, да, или продолжили пользоваться, или не написали негатива какого-то. То есть, в любом случае ответственность лежит на вас. И я надеюсь, что та информация, которую я сегодня рассказала, вам поможет сделать выбор. Я, не знаю, мне кажется, я постаралась как-то рассказать об этом именно объективно и своего опыта. Я не рекомендую, не даю каких-то прям призывов там не покупать или призывов покупать, но как-то так, в общем. Из моего опыта, мой опыт показал именно такую сторону этих средств. И, кому интересно, я все-таки остановила окончательно свой выбор на многоразовых прокладках. Видео о них тоже есть. в следующем выпуске. Продолжение следует... Продолжение следует...